И снова! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас мы уже подготовили тело, разогрели его, дошли до устойчивой гиперемии, проработали кулачками, разные были техники. И теперь переходим к локтевым техникам, таким более глубоким, более жестким, с воздействием сразу на костный святочный аппарат и с декомпрессией. Сейчас начнется как раз и капрессия, то есть это уже идет не разминание, то есть у нас было растирание, это кожные покровы, разминание это уже мускулатура и дальше идет уже на кости и связки воздействия. Мы, соответственно, последний элемент сделали какой? Растрясли позвоночник, он уже прохрустел в такой фронтальной плоскости. Теперь прием называется нож входит в масло. Мы разделяем подвздошную кость, обратите внимание, где заканчивается ягодица, подвздошная кость она чуть выше, вот здесь. По ней, по костям вообще локтями бить или водить это очень болезненно, поэтому мы их все бережем. Значит, локтями не задеваем ни крестец, ни подвздошной кости, ни ребра, ни уголок лопатки и ни в коем случае не задеваем остистые отростки локтями. Поэтому здесь мы как бы заготавливаем немножко валик сверху, вот кость заканчивается, чуть сверху валик и через него давим на эту косточку. Ну и теперь сам прием показываю. Вот мы входим сюда, глубже, 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 и таким образом мы раздвигаем плавающие ребра и тазовые кости друг от друга. То есть мы входим сначала узеньким мизинчиком, потом шире, 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 шире наш локоть, да, и доходим до непосредственно самого локтя. Но тут берегите вашего пациента. Кому-то, в принципе, достаточно провести прямо вот так вот локтем, да, глубоко вот туда, раздвигая ребра. А тебе больно, наверное, да? Вот, таким образом, соответственно, не ведем, только вот до сюда. И промахиваемся, если заметили, мимо позвоночника. Я на него не попадаю. Можно несколькими руками сделать. Одно и второй. Обратите внимание, работает тело. Мы как бы танцуем, растягиваем пациента, вот, дополнительно, да, вот я взял сюда таз и растягиваю корпус. Рука верхняя остается на трапециевидной мышце, разминает ее, а эта рука становится на локоть, и мы ягодицы разминаем четырьмя концентрическими окружностями, доходя вот до вот этой точки, до центра. Как это надо нарушить эту точку? Это вот, где ямочки, это кости, как я говорю, по костям локтями не возим, да, ну, либо так, только аккуратненько. Вот здесь мясо начинается, ну, рост мышц, да, вот это центр, от которого мы проводим большой круг, поменьше, поменьше, ну, там, три-четыре круга, и вот тут останавливаемся. Далее обойдем локтем по мясу, по крестцово-подвздошному сочинению, и упремся вот сюда, вот в эту косточку, опять же, над косточкой, да, чуть-чуть вот валик создаем из ткани, и вот опираемся вот туда, под 45 градусов, вниз, и, ну, вниз к ногам, и в стол. Вот, еще раз демонстрирую. Провели, ушли вот сюда, и вот наша будет исходная точка. По ней мы будем простукивать таз, таким образом, помните, да, от базиса, от точки L5S1, камень-притомения называют, все кости, которые ниже, а гребень подвздошной кости, он уже ниже, находится, мы его толкаем вниз. Все кости, которые выше, толкаем вверх. Ну, и, соответственно, вот теперь обращайте внимание, сложный просто прием, поэтому так подробно рассказываю, на другую руку, которая сверху, да, то есть пока мы ввели концентрические круги, разминали трапецию, желательно снизу вверх, то есть мы ее постоянно поднимаем снизу вверх, снизу вверх. Когда мы ввели вот кулачком, вот так вот растисляете, вода тоже захватывали и снизу вверх. Когда растирали, тоже захватывали ее и снизу вверх протягивали. И теперь растерли. Этот локоть теперь начинает делать четыре параллельных прохода вдоль мышц, а эта рука кулачком между параллельными мышцами и позвоночником, вот так вот впиваюсь сюда, растрясают позвоночник в обратную сторону. Видите, две руки работают асинхронно, но одновременно. Растерли большими движениями всю группу мышц, да, одна рука, значит, подхватывает мышцы, всю ягодицу, вторая раздавливает. Потом вот рука с этой стороны давит, локоть с этой стороны раздавливает, с такими большими энергичными движениями. Простучали, декомпрессируя таз, вышли на исходную точку. Ну, кстати, постукивание, да, можно делать и достаточно жестко кулаком, да. Можно делать, если вы бережете человека, да, то так легонечко. Далее, с пиралевидными кругами обрабатываем всю мышцу, всю спину и поширочаешь мышцами, да. То есть, круги были большие и, заметьте, у нас, если позвоночник идет, да, то нам надо его декомплексировать вверх. То есть, круг идет с этой стороны вверх, возле позвоночника он должен вверх подниматься. Не в эту сторону, а вот в эту сторону. Соответственно, тут получается просив часовой стрелки, и с этой стороны делаем, то получается по часовой стрелке, да. Второй проход мы делаем локтем, по акцент делаем вот на вот этих сочленениях. Если мы что-то уберем, да, вот видно, ну, можете пощупать, кто хочет. Видно, где вот идут реберно-поперечные сочленения. То есть, мы их раздвигаем, делаем спираль и подбитие вот в эти позвонки, вот такое движение. Сейчас будем делать локтем. Еще раз показываю. Большой круг. Кстати, смотрите, если вы, ну, приравниваетесь к человеку, да, если он терпит, то можно острием локтя прямо вот резко надавить и достаточно сильный удар сделать. Если он не терпит, да, то можно вот этими двумя косточками, как бы, по площади будет. Если совсем, там, ну, слабенький человек, да, то тогда вот этим треугольником плоским. Это будет гораздо вот мягче. То есть, это вот уже маневрируйте в зависимости от тела человека. Так, и второй проход. По паралитабральным мышцам бережем плавающие ребра, почки проходим мимо. И вот здесь вот уже начинаем вот такие вот подбитие в позвонки, в боковые отростки с ребрами. Если вы заметили, я включаю еще корпус и корпус. Лука сверху идет, да, локоть сверху поднят. Если вот есть какое-либо такое место, что вы чувствуете, что надо его прямо так прощелкать, да, или продавить, то есть, можете добавить кивок головой, как маятник, или вот прям по плечу себе головой. Одновременно. Прошли. И сразу переходим к следующему приему. Развернули локоть вдоль тела человека. Прием называется рубанок. Захватили себя за палец, похоже на рубанок, да. Тут неважно, в принципе, можно за локоть, ой, за кулак схватить, так схватить, как угодно. Вот так оставить, да. Ну, вот просто демонстрирую рубанок. И быстро, энергично растираем силы человека туда-сюда. Теперь большие группы мышц. Ягодичные мышцы оттягиваем. Квадратные мышцы. Широчайшую мышцу. Можно так даже приподнять ее на себя. Локоть разворачивается. Тарпециевидные мышцы растут вот так, да. Поэтому мы отодвигаем лопатку вот туда, под углом и вверх. Быстро, энергично работает весь корпус. Вот это вот прием рубанок. Далее продолжаем декомпрессию. Представляем, что позвоночник – это причал. И мы ставим возле него лодочки, возле причала. Первая лодочка. Вырезаемся в тело. Вот так входим, раздвигая его, да. То есть я тут упор в плавающие ребра, а здесь в подвздошную кость. И вот я тяну. Ну, так может несколько секунд, 10 примерно постоять. Далее начинаются реберно-подвздошные соединения. С ними у нас лодочки коротенькие. Чик-чик-чик-чик. На лодочке. То есть движение именно предназначено для костей. Поэтому это не разминание, а вот такое, да. А именно короткий кивок, такой чик-чик-чик. Вот этими косточками мы пытаемся раздвинуть. То есть вот тут мы сначала раздвинули, да, вот эти ребра. А здесь вот пошли по сочленениям. То есть мы пытаемся раздвинуть эти реберные сочленения с позвоночника. Ну, условно говоря, у нас 12-пер ребер, да, значит, надо пройти 11 раз, ну, между ними, да. Ну, тут уж кто-то считает, это не принципиально. То есть никогда вы не променете так, чтобы точно попасть между ребрами. И первое ребро идет вот здесь, вот тоже прямо не забывайте, тоже в раз. Уходим сюда и растягиваем шею с плечом. Теперь прозвучал выстрел. Снимай, выше снимай, ты меня-то, лицо ты не видишь. Прозвучал выстрел. И началась яхта регатто. Регатто, да. Первая яхта пошла. Всем корпусом и локтями врезаемся в тело и раздвигаем его. То есть как за яхтами волны, да, вот расходятся. То есть наша задача раздвинуть пошире тело, упираясь, естественно, в кости. То есть я тут в таз упираюсь, тут в ребра, либо в лопатку упираюсь. То есть мы не на мясо воздействуем, еще раз повторяю. А на кости, вот видите, плечо и череп, вот я раздвигаю друг от друга. Таким образом я условно вот это расстояние прошелся четыре раза. Раз, два, три, четыре. Потом три раза, раз, два, три. Потом два раза, потом один раз. Вот теперь три раза, раз, два, три. Два раза, раз, два, один раз. И помогаем ладонями, растягивая боковину. Заметьте, мои локти давили на ребра, но никак не на позвоночник. То есть локоть под таким углом должен быть. Теперь ставим локоть на упор делом в две точки. Это вот где подвздошная кость и середина крестца, примерно, они самые упирающие. Локоть, вот эта точка, и вот эта, да, вот сюда. Вот так вот упор делаем локтем. Второй локоть заходит за позвоночник, вот сюда, и раздвигает реберно-поперечное сочленение. То есть этот локоть, вот упор, он выше, видите. Этот локоть вот здесь. Раздвигаем с декомпрессией вверх, соответственно, давим. И раскачиваем тело. Руки двигаются вплоть в фазе. То есть тут только упор. Следующий прием. Передвигаем оба локтя параллельно. Вот где плавающий ребр, да. И уперевшись теперь только в подвздошную кость. Этот локоть на месте, а этот раздвигает ребра, и мы проходим и давим на сочленение. Будет слышен хруст, траст. Правка костей идет, и, соответственно, если где надо, да, то можно киво головой добавить, плечевый удар головой, либо поставить на острие и конкретно продавить какую-то зону. Но я сейчас пока берегу нашу подопечную. Таким образом мы декомпрессируем, на самом деле, позвоночник. Потому что, ну, на него сложного действия, да, такими жесткими методами сюда бить не стоит. А за реберное сочленение мы эти позвонки все равно декомпрессируем. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Вот мы дошли до конца. И дальше переходим к работе с лопаткой. То есть где закончили сверху, да, там и переходим. Эту руку опять поднимает трапецию, вторая ее догоняет. Мы разминаем трапецию. И об этом я уже расскажу в следующем видеоролике. Переходим к мануальной вправке и массажу непосредственно на плечи лопаточной зоны. С вами был Олег Лавгудвин. Подписывайтесь на наш канал. Можете видео смотреть сколько угодно раз. Но научитесь вы реально только тогда, когда будете присутствовать здесь. И мы все отработаем на практике. Поставим вам руки и вы уйдете в воскресенье вечером готовым специалистам. В путь дипломированным специалистам. До новых встреч, дорогие друзья.